Браузер Сина – хорошая штука и в первую очередь хорош он идеей, которая лежит в его основе. Как и многое, что в наше неспокойное время атрибутируется как хорошее, мобильный браузер Сина создан в первую очередь для обхода блокировок и борьбы с интернет-цензурой. Вот так он выглядит, достаточно минималистично, но понятно, что мой интерес вызвал не внешний вид, а технология обхода блокировок, на которой он основан. Сина – это торрент, то есть каждый человек, который открыл страницу в Сина, автоматически становится узлом сети, у которого эту страницу могут забирать другие люди, которые также будут становиться узлами сети. То есть для доступа к заблокированному сайту достаточно, чтобы хотя бы один человек получил доступ к странице сайта. Она кэшируется и дальше разлетается по сети мобильных устройств, у которых также установлен Сина. Потеря одного узла не приведет к потере доступа к странице. Для этого нужно, чтобы все узлы со страницей в кэше одновременно обвалились. Приложение есть пока только под андроид, в гугл плей есть. Также есть на гитхаб. Код открыт. Работает из коробки, ничего дополнительно делать не нужно. Ввели адрес или поисковый запрос. Это не Сина, это гугл просит принять куки и перешли на сайт. Сайт можно добавить в закладки, вот здесь. И посмотреть, что у вас в закладках, можно как несложно догадаться, в закладках. Раз уже открыли настройки, давайте посмотрим, что тут еще есть. Вообще тут есть много всего, даже не знаю, стоит ли заглядывать в параметры, потому что это надолго. Ну давайте установим по меньшей мере поисковую систему по умолчанию. Сейчас тут гугл. Это то, что я часто меняю, особенно если подсовывают по умолчанию Яндекс. Значит нужно зайти на сайт любой поисковой системы, которая вам нравится, нажать и подержать в окне поиска и добавить поисковую систему. Возвращаемся в параметры и DuckDuckGo появилась у нас в меню выбора. Установить по умолчанию. Еще важная вещь удалить мои данные. Если есть опасность изъятия телефона, данные нужно удалять. По остальным параметрам пройдетесь сами, благо там все по-русски и понятно. Давайте к самому браузеру. Значит, у нас тут есть закладки. Долгое нажатие вызывает меню. Тут в общем тоже все понятно. Про приватные вкладки сейчас поговорим, закладки можно удалять. Давайте про окна. Основная панель навигации. Тут есть обычные окна и приватные. Если вы находитесь в закладке с приватными окнами, любое открытое окно автоматически станет приватным. Контент из приватных окон не будет раздаваться другим участникам сети. То есть все динамические сайты, которые требуют авторизации, почта или фейсбук нужно открывать в приватном режиме. Ну то есть вот мы открыли рутрекер в приватном режиме и в обычном. Главное не перепутать где какая. Последняя достаточно важная информация о расходовании трафика и потребления энергии. Так как Сина не просто браузер, а нода, он продолжает работать даже после выхода из браузера. В трее висит значок, что запущен сервис браузера Сину. Соответственно, закрыли браузер, значок остался. То есть сервис продолжает работать, кэшированные страницы продолжают раздаваться, а значит потребляется трафик и энергия. Немного, но потребляется. Если мобильный трафик у вас ограничен, сервис лучше останавливать. Заходите в уведомления, говорите остановить. В следующий раз при старте браузера, по меньшей мере у меня, происходит вот так. Первый клик запускает сервис. Видите, появляется значок в трее, но не запускается браузер. Второй клик уже запускает браузер. Для тех, кто хочет подробнее узнать про Сина и вообще деятельность Эквалайт, смотрите мой стрим с основателем Эквалайт Дмитрием Витальевым, ссылка в описании. А также любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.